Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Она, конечно, наверное, первый раз происходит на нашей памяти Штраф достаточно значительный, 200 тысяч рублей Я не знаю, удастся ли отбиться предприятию Потому что со своей стороны, Денис говорит, предприятие сделало все в отношении сотрудников Сотрудники масочный режим соблюдают Заставить пассажира надеть маску, рычагов у предприятия немного То есть можно только попросить Высадить пассажира невозможно Остановить автобус и ждать полицию Тоже, наверное, не пойдет на это ни одно транспортное предприятие Как вы считаете, вот эта история с наказанием, она избыточная? Безусловно, избыточная Вот подобные истории, они создают имидж нашему государству Настраивают людей относительно различных государственных институтов Очень критически Почему у нас в последнее время довольно острые конфликты Происходят между определенными общественными группами и государством Я считаю, что во многом из-за такого очень ревностного, какого-то не слишком умного, я бы сказал, недалекого Применения различных нормативных документов, жестких по отношению к тем, кому их не надо бы применять То есть фактически государство само расписывается своей беспомощности Повлиять каким-то образом на людей, которые не носят маски И сваливает эту ответственность на тех, кто в принципе не должен этим заниматься И не может этим заниматься в силу того, что у него просто нет таких полномочий Я думаю, что в этом автотранспортном предприятии сотни машин И проконтролировать весь пассажиропоток Это просто нереально, это невозможно Это все понимают, это противоречит здравому смыслу Но у нас все чаще какие-то мы рассматриваем истории, процессы, дела Это буквально кавкианская история Вот Франц Кавка со своим замком, процессом, вот он уже настигнут нашими надзорными структурами И в принципе они плодят вот такие дела, непонятно зачем, кого они пугают, себя пугают Но людям они, конечно, вместо того, чтобы они действительно занимались делом Чтобы они каким-то образом улучшали свою работу Да, занимались техническими вопросами, вопросами безопасности Просто взаимоотношениями кондукторов, водителей и пассажиров Чтобы это были добрые какие-то там взаимоотношения Они начинают на них взваливать несвойственные им функции У людей отнимают время, силы, возможно деньги, причем большие деньги отнимают Кому от этого лучше становится? Мне вот это абсолютно непонятно Это какие-то ненужные действия со стороны властей А может это такая попытка переложить ответственность в том числе на всех нас и на пассажиров? То есть смотрите, пассажиры, если вы не будете ходить в масках Мы накажем вашего соседа, который работает водителем или кондуктором автобуса Вот возьмем и впаяем штраф предприятию, раз вы маску не носите Нет, мне кажется, бюрократическая машина так далеко даже не заходит Никто об этом не думает Есть определенные какие-то строчки, написанные вот в этих инструкциях Может быть законах, может быть подзаконных актах И опираясь именно на формальное их трактование, на крючкотворство Ответственные какие-то должностные лица Презирая всякий здравый смысл Идут и наказывают Потому что у них есть такие полномочия До кого руки дотянулись, что называется? Да, чтобы остальным было неповадно, чтобы было страшно всем Все боялись, дрожали Может быть действительно через это кто-то будет что-то делать Ну что делать транспортному предприятию? Истерику им устраивать? Что им остановить свои автобусы сегодня? И развести руки? Или с каждым пассажиром воевать, который зашел в автобус? Все кондукторы... Нет никаких претензий к кондуктору Я постоянно пользуюсь общественным транспортом Все кондукторы всегда в масках, в перчатках Всегда даже понимаешь, что в принципе вот люди работают в течение всего дня У них большая очень угроза действительно заболеть То есть они идут на работу, они ее не бросают Они работают, они делают это не только ради себя, но и ради других здесь получается И вместо уважения к этой работе на них накладывают обязанности, которые они не могут исполнить Никак не могут, ни физически Но они могут просить, да, они могут объявлять это в автобусе Как у нас террористические акты в автобусе постоянно объявляют Что там будьте внимательны ко всяким коробкам и тому подобное Но включите такую же запись, пусть они объявляют Но ответственность все равно лежит на человеке, который едет На пассажире? На пассажире Пассажиры вышли просто так и ушли из автобуса, как нам рассказал Денис А протокол составляет в отношении транспортного предприятия Это, конечно, неправильно Так не должно быть Мы порождаем дополнительные конфликты И опять же, именно в этих решениях каждый человек, который принимает такие решения Он фактически работает сегодня против государства Он на государственной должности работает против государства Потому что он создает в общественном мнении Не то, что вот все там борются за уважение к государству Что, не дай бог, кто-то там в пост опубликует с неуважением к власти, государству Его за это потом оштрафуют Так это неуважение, это оно возникает вот именно из-за таких действий Надо, в принципе, мне кажется, наказывать от тех людей, которые придумывают такие вещи Вот это, кстати, такая история с постановлением о масочном режиме Все вот эти вот меры, которые прописаны с точки зрения того, что граждане должны носить маски Должны носить маски Каждый раз у нас натыкается на невозможность все-таки получить конкретный какой-то ответ От представителя того или иного органа власти Который скажет Да, жестко, граждане должны носить маски Не будут носить маски Будем ловить за руку и штрафовать То есть нарушители именно Каждый раз говорится Да, граждане обязаны носить маски Но вообще вот мы пока ограничиваемся предупредительными мерами Так может уже пришла пора более жестко все-таки действовать? Я думаю, что здесь возможность жестко действовать будет работать только в том случае Если, опять же, государственные структуры сделают шаги навстречу людям, с которых они что-то требуют У нас ведь требовать не забывают, требования растут Но те неудобства, которые люди начинают испытывать Или те проблемы, которые у них начинают возникать в связи с этим Государство не стремится быстро и срочно там быстро решать по каким-то первым обращениям То есть мы когда наблюдаем всю эту коронавирусную ситуацию Ну я как вот из школы, я просто как из системы образования приведу пример Я читаю все руководящие документы любого уровня И я в них вижу, да, возможно там, ну было у нас дистанционное обучение Да, там какие-то вот, какие-то дополнительные меры вводились Сегодня мы вынуждены огромное количество сил и времени тратить на то, чтобы соблюдать все эти меры По нераспространению коронавирусной инфекции Мы по утрам тратим большое количество времени на то, чтобы измерять детям температуру Ну и разные другие вещи делаем С нас что-то, кто-то снизил какую-то нагрузку в других вещах Нет, нам сказали, вы должны достигать точно тех же результатов, которых вы достигали раньше Ну плюс еще вот это поделаете, да? Ну будете еще делать вот это И никого не интересует, что у нас нет на это ни времени, ни сотрудников в достаточном количестве И вместо того, чтобы сказать, ну с какими проблемами вы столкнулись Давайте тогда мы вот это отложим, вот это пока уберем Этим не будем заниматься По факту так происходило, например, в плане, когда АТГ отказались в девятых классах То есть государство понимает, что, наверное, в таких условиях всех адекватно подготовить было невозможно АТГ это экзамен такой государственный, а аттестации? В девятых классах, да? Аттестации, да По факту это сделало Но так можно, в принципе, продумывать такую политику по разным направлениям И человеку, ну постараться понять, почему человек не ходит в маске Почему, вот пошли же, например, навстречу первоначально, там в школах сказали, дети не будут носить маски Значит, кто-то сообразил, что, наверное, с этим будет очень много проблем Хотя могли бы точно так же сказать, все дети должны ходить в школах в масках И требовать и штрафовать по 200 тысяч рублей, если какой-нибудь первоклассник запутался в этой маске Где-то ее потерял или прочее и так далее Но это вот из того же разряда была бы ситуация, как и с пассажирским транспортом Абсолютно идентично И мы бы ходили на работу, и что у нас была бы возможность только выбирать Либо плюнуть на эту работу Но куда уйти-то нам, уйти некуда И точно так же, наверное, рассуждают и здесь Куда уйдет это автотранспортное предприятие Будет так же вот ездить, все равно Оно будет работать до тех пор, пока Окончательно ему не отобьют Все возможности И окончательно его не разорят Так оно не может не работать Это, я так понимаю, что все-таки такое, ну как бы, стратегическое предприятие Транспорт должен работать вне зависимости от того, ковид, не ковид Сколько в Кирове заболевших они должны перевозить пассажиров Они не могут просто встать на прикол Денис предлагал А может быть на эти 200 тысяч купить масок и выдать кондукторам Пусть они раздают тем людям, которые заходят в автобус Можно ведь так выйти из ситуации В некоторых странах мы наблюдаем Полицейские, значит, ходят по улицам Раздают маски тем, у кого нет Напоминают 200 тысяч это должны быть деньги Ведь не предприятие Это государство, по идее, должно как-то обеспечить Да, государство должно обеспечить А у нас идут по пути Они, опять, на кого штрафы У нас вообще это политика с дикими штрафами Мы периодически, регулярно наблюдаем Как депутаты принимают все новые и новые постановления Решения о том, что нужно ввести еще более жестокие штрафы За что-нибудь, да, уже идет речь Ну, если раньше, может быть, лет 10 назад Там штрафы, там, 100 тысяч рублей или 200 тысяч рублей Он казался уже каким-то невероятно большим То сегодня идут речи, да, за некоторое правонарушение Там о миллионах, о 15 миллионах, например, штрафов И я когда смотрю на эти цифры, я думаю Это для чего? Чтобы разорить людей То есть если мы накладываем такие штрафы Значит, мы ведем дело к тому, чтобы их полностью разорить Их просто не существовало, да, в данной сфере Но нельзя вот такой механически запретительной политикой Вот все закрыть, все уничтожить Всех заставить действовать именно так, как мы хотим Как бы государство не пыталось это сделать Одним только кнутом Поэтому нужно брать на вооружение опыт других стран Где эта проблема, в общем-то, решалась через убеждение И через определенное государственное вложение Пусть вот эти полицейские, например, кондукторы Сотрудники магазинов на входе Выдайте им эти маски Закупите в достаточном количестве за государственный счет Ну, люди не покупают за свой счет Закупите за государственный счет И создайте систему, когда человеку вручается эта маска А вот когда ему уже она вручена на входе А он все равно ее не надел И ходит там по магазину, например Вот тогда вы его штрафуете Я думаю, тогда это будет понятно всем и справедливо И никто не будет возмущаться И точно так же пассажиру Вручили в автобусе, у него нет с собой маски Вот вручили ему маску Он проехал, если он без маски едет Тогда можно его штрафовать Спасибо С этим вопросом мы пока временно на нем ставим паузу и запятую И переходим, собственно, к школам и к работе школ в условиях пандемии Прошло полтора месяца с начала учебного года И уже каникулы Перед программой мы с Игорем Витальевичем говорили, что есть школы, которые работают не по системе Там четыре четверти, да А по другой немножко в системе Они только вышли с каникул и опять собираются Вот теперь получается, да Но мы все-таки давайте на примере вашей школы, наверное, и посмотрим Как вот эта история с коронавирусом отразилась на учебном процессе На нашем учебном процессе это отразилось следующим образом Так как о начале каникул с 19 сентября Октября Октября мы узнали Вчера Вчера вечером Вчера, да То на нас это отразилось таким образом, что мы объявляем досрочные каникулы У нас они планировались с 28 октября по 4 ноября Между первой и второй четвертью И так как мы не успеваем за оставшийся срок Выставить просто отметки по целому ряду предметов Но это связано не только с тем, что срок сместился здесь на полторы недели Но и с тем, что часть классов у нас закрывалась на карантин По основанию как раз были заболевшие коронавирусом Учителя болели не только коронавирусом, но в принципе очень многое болело учителей В общем мы просто-напросто не можем завтра выставить в пятницу Все отметки по всем предметам И мы пришли к решению, что выставлять с 5 по 11 класс эти отметки мы будем По итогам полугодия В начальной школе там накопляемость отметок достаточно большая Поэтому там вроде проблемы такой и не возникло Это, наверное, самая маленькая проблема, которая есть с отметками Проблема, конечно, существует и для наших партнеров В частности, приведу пример Мы на аутсорсинге по организации горячего питания То есть ежедневно у нас готовится более 700, около 800 человек питания, обеды Люди закупают эту продукцию И они, конечно, закупают ее планово, планомерно Потому что нужно ее закупить, чтобы затем в стабильном режиме все готовить в соответствии с меню И высказывали к нам претензию наши партнеры В том, что очень поздно, когда мы доводим до них эту информацию То они просто-напросто оказываются в ситуации, когда продукты закуплены И непонятно, куда их девать Ну, так скажем, если предприятие не маленькое, у них несколько точек То, конечно, они каким-то образом эту проблему свою решают Но в любом случае для них тоже возникают такие сложности И мы понимаем, что никому это решение просто не дается Это не в плане критики самого решения, потому что, естественно, я абсолютно согласен с Оперштабом Кировским Который, проанализировав ситуацию с тем, как у нас загружена система здравоохранения Что она фактически сейчас работает на пределе своих возможностей И нужно принимать все возможные меры для того, чтобы сбить волну вот этого роста заболеваемости И все меры по выводу на каникулы образовательных организаций Или на дистанционку техникумов, вузов Я их поддерживаю Избыточными вам они не кажутся? Кажутся своевременными? Я думаю, что ситуация накалилась до такой степени, что надо эти шаги делать Тут уже просто никуда не денешься Может быть, даже под давлением общественного мнения Несколько запоздало это решение Потому что, может быть, пораньше, на неделе-две, можно было это решение принимать Потому что у нас ситуация где-то к концу сентября, вот она уже становилась довольно-таки непростой Месяц отучились и уже пошла волна Но так как я понимаю настроение и родителей, большинства подавляющего, и многих педагогов Что дистанционка, она просто всех отпугивает вот этим своим первым опытом весенним Когда она очень много сил отняла у детей, у родителей, у учителей У педагогов, да И они просто на последнем издыхании уже заканчивали тогда учебный год Никто к этому возвращаться не хочет Но все мы понимаем, что от нас это не зависит Да, вот сейчас этот коронавирус, вот он появился Бороться пока ученым и медикам с ними эффективно не удается Ну вот такая напасть, как была в средние века чума, наверное Как потом позднее холера Какие-то вот такие, как какая-нибудь испанка в 21 году Ну вот бывают такие моменты в истории человечества Когда приходится отказываться от планомерной такой Ну достаточно благополучной, я думаю, все-таки жизни Распланированной Распланированной, да И заниматься вот такими вещами совершенно неожиданными И делать поэтому совершенно вещи, которые ты раньше не хотел И даже не думал о том, что тебе придется их делать Но куда деваться? Каждый из нас должен сегодня определенную лепту свою вносить Вот в эту борьбу на победу над этим коронавирусом Игорь Витальевич, вот смотрите, о том, что каникулы в школах будут введены с 19 числа До момента опубликования постановлений Ну говорили многие, в том числе родители школьников, мои знакомые Говорили о том, что их предупреждает Вот сейчас вы сами сказали, да, что пока не очень понятно Есть какие-то разговоры о том, что, возможно, с каникул дети в школу очно не выйдут? Или пока об этом речи не идет, о том, что, возможно, дистанционка в какой-то форме? Пока об этом речи не идет Я думаю, что все и от министра образования, начиная против дистанционки В штатном таком режиме, как вот она была у нас с апреля прошлого года Но решения, конечно, будут принимать не в системе образования А решения будут принимать на более высоком уровне И будут учитывать, конечно, ситуацию с заполнением больниц, с количеством больных С тем, сколько человек у нас ежедневно заболевает То есть эти факторы окажутся здесь более серьезные, потому что они связаны с жизнью человека То есть если все-таки образовательный процесс каким бы то ни было образом Потом можно все эти упущенные возможности хоть сколько-то наверстать Жизнь-то не вернешь Поэтому, конечно, здесь будут другие факторы играть главную роль И можем, да, мы... Вот я внутренне, например, готов, что, возможно, у нас эта дистанционка будет И нам придется снова в этих условиях работать Но здесь, я думаю, что все обратят внимание на опыт Москвы Которая пошла по пути неполного закрытия школ А с первого по пятый класс продолжила обучение Я думаю, все-таки это верный шаг В Москве сейчас, я напомню просто слушателям, кто не знает, да, начальная школа учится А с пятого класса... У них шестого, по-моему, класса С шестого по одиннадцатый выведены на дистанционку до конца октября, насколько я понимаю, пока Да, поэтому, может быть, вот такими методами Потому что мы понимаем, что особенно сложно на дистанционке учить маленьких детей Особенно сложно учить детей с ограниченными возможностями здоровья С задержкой психического развития, например, да, и тому подобное То есть здесь надо каким-то образом будет дифференцировать И не все, может быть, школу вводить вот именно как-то частично Еще немного хотел с вами поговорить о том, как организован у вас, ну, и учебный процесс там, да И в целом процесс там нахождения детей и педагогов в школе Мы перед началом учебного года делали несколько эфиров Тогда была вот эта новость по поводу масочного режима Сначала было сказано, что все педагоги обязаны носить маски, в том числе и на уроки, да Потом вроде бы было это опровергнуто У вас вообще маски педагоги в школе в масках находятся или нет? Сейчас уже все в масках И на уроки тоже? На уроках многие в масках Я не хожу, конечно, постоянно по всем урокам, не могу сказать Но те уроки, которые мне приходилось видеть в последнее время, я заходил, то я обращал внимание, что педагоги в масках Это был их выбор, то есть вы не заставляли их, это люди сами делают Да, потому что сейчас ситуация в Слободском, в Ахрушах, она очень неблагополучная Очень много заболевших И, в общем-то, волей-неволей люди понимают, что они не только за себя отвечают И у них у всех семьи, у кого-то родители уже довольно, даже и престарелые родители есть, у кого-то маленькие совершенно дети Поэтому они таким образом понимают, что дети, многие болеют бессимптомно И в классе все равно могут находиться переносчики заболевания То они таким образом себя пытаются застраховать А дети в масках есть на уроках? Детей в масках я не видал Не носят? Нет У нас, во всяком случае, не обращал внимания, никто мне не попадался в масках Сталкивались ли вы с проблемой, о которой говорили, в том числе депутаты Кировской городской думы Эта история связана с организацией вот этого бесплатного питания для детей И с тем, что наложилось на вот это вот питание бесплатное на его введение Организация, ну такого как бы постепенного, что ли, да, нахождения детей в столовой Потому что в кировских школах примерно в середине сентября эта проблема выплыла Сказали, что очень многие сотрудники столовых уходят, увольняются с работы Потому что, во-первых, кормить надо большее количество детей сейчас, да, обязаны они А во-вторых, вот этот график посещения столовой, он растянулся, ну практически на целый день И люди вынуждены находиться с 6 утра и до 6 вечера на работе в столовых Не выдерживают просто, очень тяжело Ну, хотя у нас не напрямую, это не наши сотрудники, сотрудники обслуживающие организации Но у нас давно такие отношения договорные И я знаю, что люди работают много лет И в этом году несколько раз с ними беседовал Вот у нас две столовые, одна для начальной школы, у нас два здания Для малышей Да, для малышей Там три работника, если раньше обслуживали 350 человек, то в этом году на 100 человек больше Конечно, они говорят, что работы прибавилось, причем прилично прибавилось И кроме того, ведь требования, например, ко второй смене, у нас еще вторая смена Там, например, обязателен суп и тому подобное, то да, мы вынуждены были увеличить число перемен И с точки зрения распространения вот этой коронавирусной инфекции, чтобы каким-то образом развести параллели И с точки зрения просто для того, чтобы можно, потому что сами помещения, они невелики И чтобы нормально можно было накрыть столы, а то иногда некуда просто поставить эти тарелки Их довольно много получается Тут проблема в том, что у нас сами старые здания этих школ, они, конечно, не приспособлены Вот у нас просто малы сами помещения Мы об этом поговорим чуть-чуть попозже Сейчас у нас по регламенту время небольшого перерыва И после рекламы мы вернемся и о том, как организована работа в школе в условиях ковида Поговорим с Игорем Олиным Продолжаем с Игорем Олиным, директором средней школы поселка Вахруш И блогером говорить о том, как пандемия коронавируса сказывается на работе школ Остановились на работе столовых школьных Вы сказали, что проблема в том, что помещения невелики по размеру И я так понимаю, что в связи с этим не получается одновременно большое количество детей накормить И надо все время их чередовать Переполненность школ, работа в две смены приводит к тому, что вот эти замечательные рекомендации Роспотребнадзора Физически невозможно выполнить в силу ограниченности времени и пространства То есть мы не можем начать детей кормить, например, раньше 8 часов Мы вынуждены все равно кормить их в какие-то... В разумные сроки какие-то Чтобы не было такое, что ребенок пришел позавтракал, тут же ему наешь еще, пожалуйста, обед Поэтому как могли мы их, конечно, распределили Но, в общем, мы справились с этой ситуацией Я думаю, что достаточно неплохо Пусть пока у нас все работает А правильно ли я понимаю, что удалось вписаться в том числе и в финансы? Насколько я помню, там говорилось о том, что на одного ребенка вот это бесплатное питание Приходится, по-моему, по 50 рублей 50 рублей, да, конечно, здесь проблемы, они выявились У нас есть довольно, ну, такой неприятный момент Родители стали жаловаться на первоклассников именно На качество питания Есть такие жалобы и внутренние, и даже куда-то направленные Мы их рассматривали У нас работает родительский контроль То есть есть активные родители, которые сейчас изучают все особенности работы школьной столовой Изучают это меню, возможности каким-то образом его подрегулировать То есть какие-то корректировки мы будем вносить Но одна из проблем, конечно, то, что на 50 рублей какого-то шикарного обеда Шикарного завтрака, который, может быть, ждут люди, слышавшие о том, что бесплатное питание в школах Конечно, его ждать не приходится Все равно это здоровая пища, но не самая дорогая Все равно это будут супы, каши Овощные салаты Все равно это будет, да, какое-то второе блюдо Но это не бризоли чаще всего, не какие-то, не знаю Я запар французский и тому подобное Это самые простые какие-то котлеты и тому подобное Самые простые блюда Да И еще история с питанием, насколько я понимаю На школу наложила дополнительную какую-то бюрократическую нагрузку Вот с этим бесплатным питанием, так ли это? Нет, бюрократическая Вы, по-моему, что-то писали Я, может, слово неправильно подобрала Бюрократическая нагрузка на школу, она перманентна А, ну да И она возрастает все годы, которые я нахожусь в школе И она все меньше оставляет времени, собственно, для занятий образованием По большому счету, мы даже здесь шутили со своими друзьями, администраторами, директорами О том, что мы уже перестали заниматься образованием Мы занимаемся питанием, занимаемся школьными автобусами Занимаемся водоснабжением И всем чем угодно, кроме образования Ну и, конечно, львину долю времени нашего рабочего занимает Заполнение самых различных мониторингов Самых различных документов Сколько бы не писали приказов о том, что и не принималось решений на самых различных уровнях Что надо каким-то образом с бюрократией школьной бороться Но победить ее пока не удается Поэтому, да, был замечательный Я писал просто пост, посвященный замечательнейшему федеральному мониторингу организации питания Потому что, когда я его открыл, я был поражен даже Повидав виды, так скажем, я был поражен Потому что там было несколько разделов, 8 разделов И один из этих разделов содержал 350, что ли, колонок 350 колонок И на экране... Что там можно на 350 колонок про школьные питания писать? Мониторы Там же еще так сделано, что очень неудобно его заполнять Ну как это можно поместить на экран экселевской таблицы? 350 колонок, да Если верхняя, где написано про что эти колонки Самих колонок нет Когда заходишь на колонки, верхние уже становятся не видны эти надписи И поэтому нужно гадать, перепроверять, каким образом... В общем, заполнение... Куда и что ты вписываешь, да Мониторинга, оно заняло приличное количество времени Причем заполняли... Там есть... Был раздел именно для бухгалтерии Был раздел для... Там, например, для ответственных лиц по питанию Ну и так далее Все развлеклись, да? Все работают на этим мониторингом С этим документом И даже вот про это питание, если сейчас сказать Например, такой момент добавился в нашу работу Каждый год подобные моменты приходят Какой... Так как все стали питаться льготно Начальная школа Мы же на всех ведем табель Для того, чтобы учитывать Сколько конкретно каждый ребенок дней посетил Сколько он съел завтраков Сколько он съел обедов И так как этих детей у нас 450 Чуть побольше То нужно вести табель учета Вот этих 450 детей по посещениям А у нас еще есть дети Льготники Как дети с АВЗ У них свои суммы стоят Есть дети в старших классах Из малообеспеченных семей У них свои опять же суммы стоят И кому этим всем заниматься Кто должен вести весь этот учет Слушайте, это надо отдельного человека Просто выделить на это А так как у нас нет никаких отдельных людей Все давно уже оптимизировано Все сокращены То приходится это делать Кому-то из заместителей Заместителю по учебно-воспитательной работе И она вот принесла за сентябрь Вот такую пачку Колстенную этих табелей 10 сантиметров показывает Толщину Игоря Оленд И соответственно Она этой работой занималась Несколько дней И даже Говорит в субботу и выходные Все выходные она просеяла С этими табелями Огромное количество времени Это завуч Это человек, который должен заниматься Учебно-воспитательным процессом И предметник еще при этом, наверное Ну да, и предметник Она занимается Каким-то функционалом Новым, который появился Но никто же у нас никогда не думает Что раз новый функционал То кто-то будет заниматься Что мы какую-то штатную единицу введем У нас, как правило, никакие штатные единицы Уже много лет не вводятся Наоборот, все, что было когда-то Это еще и Подсократили Убиралось в период оптимизации И прочее И так далее Поэтому, конечно, приходится Перераспределять функции Свои И вот работа школьных администраторов Она все последние годы Такова, что Тот процент, который обычно Выделялся на образование На учебу На воспитательную работу И так далее Он все сокращается 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 И теперь львиная доля работы Это все Вот эти обеспечивающие процесс Заполнения бумаг Самых различных мониторингов И вот Введение этих табелей И тому подобное Мне кажется, если дальше Так дело пойдет Все-таки надо будет Отдельные ставки вводить Для людей Которые вот именно Документальной такой работой Занимаются И больше ничем Чтобы не отвлекать их От основных их обязанностей Чтобы учителей не отвлекать Если мы будем думать О качестве образования То, безусловно Надо вводить Вот именно Должности людей Которые будут заниматься Именно этой работой Сопутствующей Игорь Витальевич У нас остается 3 минуты До конца эфира Давайте вот я просто На выбор вам предложу Несколько тем Которые мы еще можем обсудить Это история с детьми До 16 лет Которым тем же постановлением С которого мы начали наш эфир Запрещено сейчас находиться Без присмотра взрослых В общественных местах Вот Это первое Второй вопрос Это история с депутатами Нашими Законодательного собрания Которых будет меньше В следующем созыве Судя по всему И третья история Это история со свалкой И полигоном Полигоном не свалкой Полигоном в Осинцах Да Который закрыт Пока Мы не понимаем На какое время Там да Вот реакцию жителей Вахрыши я хотела бы услышать Что мы с вами успеем Обсудить Из этих трех тем Я бы хотел остановиться На последнем Сначала моменте Связанном С мусорным полигоном Я с большой радостью Эту новость Кстати увидел Потому что Вот я рассуждаю Как житель Поселка Расположенного Непосредственной близости От этого полигона И меня Это решение Порадовало И я благодарен Правительству Кировской области За это решение Хотя я понимаю Что все остальные В этот момент Напряглись Потому что Опять лотерея Куда попадет Подобный полигон Если он попадет Рядом с нами Потому что Я сталкивался Во время Всего этого Затяжного Конфликтного процесса Местной общественности И властей Когда мы говорили С представителями Населения Других территорий Даже Ну чуть подальше Расположенных Они рассуждали так Ага У вас там Закроют К нам привезут Так все рассуждали У нас сегодня Такое гражданское общество Оно атомизировано То есть у нас Проблемы решаются Не для общества В целом А для конкретной территории Вахруши Могут сейчас Радоваться За то Там Где Совья Там Скоковые Куда сейчас Повезли Там я думаю Настроение Совершенно другое Там печаль И так будет До той поры Пока люди у нас Не будут овладевать Политической культурой Пока Они будут Все доверять Только Начальство Ему виднее Там все знают Вот оно все знает И оно решает Потому что Активность мы проявляем Только тогда Когда нас непосредственно У наших ворот уже стоит Да Проблема какая Только тогда Плохо Тогда мы начинаем Что-то говорить А когда другим плохо Пока большинство У нас Абсолютно равнодушно К этому Подходит Жители местные Я так понимаю Что вашу позицию Разделяют Жители Вахруши Я имею в виду Я думаю Что очень многие Эту позицию разделяют Сам актив Они Пока не Очень хлопают В ладоши Потому что они говорят Что возможно Это все временно Что пройдет Какое-то время И вернуться К этому решению Но чуть позднее Поэтому они пока Не очень оптимистично настроены Но все равно Это передышка Для них тоже Это передышка К сожалению Время наше Заканчивается Полминуты у нас Остается до конца Программы Я думаю Что следующую тему Мы наверное Начинать не будем Я благодарю Игоря Олина Блогера Директора Средней школы Поселка Вахруша За нашу сегодняшнюю встречу За нашу беседу Слушатели Кто что не услышал Пожалуйста Наш сайт Ихакирова.ру Наши трансляции Спасибо До свидания До свидания Особое мнение На 101FM